Итак, всем привет подписчики и зрители канала! Речь сегодня пойдет о программе NiceHashMiner и о сообществе NiceHash в принципе. Дело в том, что я думаю, что вы уже знаете новость о том, что NiceHash в принципе прекратили свое существование, объясняя все это тем, что украли порядка 5000 биткоинов с личных кошельков в сообщество NiceHash. Сумма была порядка 60 миллионов долларов на момент кражи, а уже сейчас по курсу, который мы видим, соответственно, биткоин-рубль, это порядка 80 миллионов долларов. Разбираться в этом я не буду, деньги, собственно, крал не я и не я и буду пересчитывать, но тем не менее мы видим результат. Все те пользователи, что хранили свои активы на кошельках NiceHash, теперь кусают локти и не могут никаким образом свои деньги снять, и попросту они их, скажем так, и потеряли. Да, возможно, когда вы смотрите этот ролик, уже появилась какая-то актуальная информация о том, что да как, возможно, все-таки сайт возобновил работу, возможно, начались какие-то выплаты, но возможно, возможно, возможно. Сейчас никакой информации по работе сайта нет. Уже третьи сутки идет статичная картинка на сайте NiceHash о том, что в течение 24 часов возобновится работа сайта. Но ни после первых, ни после вторых, и даже на третьи сутки информация не изменилась, мы видим одну и ту же картину. На форумах таких, как MinerGate, примерно с периодичностью раз в 10 минут выскакивают новые темы, что же все-таки заменит NiceHash и каким образом вообще можно, ну, хотя бы примерно приблизиться к той доходности, которая давала нам NiceHash. В общем-то, сегодня я постараюсь объяснить, как именно я майню, ну и вообще, в принципе, из-за чего я вот в этом углу с вами сижу. Дело в том, что сзади компьютер, который майнит, в принципе, рядом со мной, майнит он уже на протяжении 5 месяцев, и все 5 месяцев я майнил на NiceHash. Объясню почему. Дело в том, что майнинг это, соответственно, для меня не основная работа, это не основной источник заработка. Хранил я свои активы именно в биткоинах, то есть на рубли я переводил крайне редко. Ну и для того, чтобы каким-то образом, скажем так, все это дело от меня не зависело, я выбрал программу NiceHash. То есть я запускаю, программа автоматически выбирает нужный мне алгоритм, выбирает какой-нибудь прибыльный альткоин для моей видеокарты, и происходит майнинг, собственно. Выплаты были у меня раз в неделю, примерно 13, ну, 0,13 биткоинов, уж не буду говорить 13 тысячных. И мне этого хватало для того, чтобы копить определенные суммы на кошельке. Вообще в активах NiceHash я ничего не хранил, у них даже на сайте одно время было написано, что если вы собираетесь хранить деньги на нашем кошельке, то будьте готовы к тому, что комиссия у нас большая, и если вы майните мало, то, скорее всего, это даже будет неприбыльно. А если много, ну, конечно, может найти какой-то другой вариант. Поэтому тут-то, скажем так, я и не проиграл много. Но поиграл в том, что у меня выплаты, как я уже говорил, была раз в неделю. Выплаты производились по пятнице, но, собственно, в утро четверга, ну, даже, наверное, в вечер среды, сайт приказал долго жить. И, соответственно, сразу начали появляться какие-то красные ошибки о том, что невозможно получить доступ к пулам, невозможно начать майнить. Смотрел я все свои компьютеры и все свои фермы через Steamweaver. Везде была ситуация похожая, то есть ошибки, ошибки, ошибки. Презапускал майнер, он тупо вставал на проверки SMA. Пытался найти решение в интернете, советовали разные вещи. Но, в общем-то, пока я с этим рылся, порядка трех часов ночи потратил. На утро я встаю и захожу на майнер, на сообщество майнеров, скажем так. И там уже ребята пишут о том, что все-таки NiceHash у нас приказал долго жить. Чем же сейчас все-таки пользоваться, если вы пользовались до этого NiceHash? Ну, на самом деле, вариантов здесь хватает. Но если вы хотите примерно так же, как и я, поступить, то есть не бегать с пула на пул, не смотреть выгодность криптовалюты и, в частности, альткоинов, а просто запустить программу, чтобы она у вас работала, то тут, по сути, два варианта на самом-то деле. Это Майнер Гейт и Криптекс. Про Криптекс я слышал давно, скачивал его, тоже думал, что, в принципе, неплохая программа, но по прибыльности в сравнении с NiceHash, ну, грубо говоря, процентов на 35 она была хуже. Программа простая, скачиваем, устанавливаем, добавляем все файлы программы и само приложение, без исключения антивируса, если, в принципе, у вас антивирус стоит, начинаете майнить, проходите бенчмарки, обновляете ваши драйвера, да и, в принципе, это все. Но доходность, как таковая, меня не устраивала. Она не устраивает, конечно же, и сейчас. Что касается Майнер Гейта, как видите, сзади он работает. У меня есть установлено GTX 970, это мой рабочий компьютер, но он тоже подвергается, скажем так, майнинговым мучениям. Тут по прибыльности, по алгоритмам, ну, я думаю, рассказывать ничего не нужно. Процессор тут i5-6600K, само собой, бог весть, какой прибыли здесь не будет, это естественно. Все фермы у меня подключены к одному аккаунту и, соответственно, скопом все майнинется. На данный момент майнинятся два альткоина, это PhantomCoin и Monero. И теперь немножко о Майнер Гейт вообще, стоит ли вам туда лезть. Ну, я на самом деле для себя просто не увидел другого выбора на данный момент, хотя, конечно, если NiceHash возобновит работу, было бы очень хорошо, чтобы какой-нибудь конкурент на этом рынке сделал подобную NiceHash программе. То есть, скажем так, в принципе, был выгоден курс, альткоины переключались быстрее, ну и по визуальному какому-то составляющему программа, которая, например, была бы создана, была бы похожа на NiceHash. То есть, я уже привык работать с NiceHash, я уже знаю, что это такое, было бы удобнее, если было бы что-то подобное. Но кто знает, что это будет в дальнейшем, если это будет даже и создано, никто не дает гарантии того, что это так же все медным тазом не накроется. Все-таки NiceHash работал, по-моему, с 2014 года, и это достаточно большой срок, потому что пулы долго не живут, а вот NiceHash, который, в принципе-то, визуально являлся программой, а на самом деле был тот же самый пул, который перескакивал с альткоинов на альткоины, он жил долго, и этим, конечно, он и славился. Что касается MinerGate, ну, процентов на 30, наверное, он хуже, чем NiceHash, возможно, на 25. Но это программа, которая не требует от вас никакого участия. Ну и вообще, если мы рассказываем, в принципе, про, ну, так называемые программы для майнинга, то NiceHash в последнее время, ну, реально хреново работал. То есть выскакивали ошибки, были какие-то проблемы и с технической частью, были проблемы и с драйверами, и это, конечно же, не очень хорошо. То есть мне достаточно часто приходилось лезть в TeamViewer и смотреть, почему у меня выскакивает ошибка SMA, почему у меня не получается вывести доходность от майнинга, почему пишет, нет подключения к интернету, почему, 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 почему. И на самом деле даже ролик последний, который я создал, я создал прежде всего потому, что я нашел для себя выход из этой ситуации. Я поделился им с вами, это достаточно популярное решение было, просто-напросто убрать галку с IPv6, но это все были костыли, это было неудобно, конечно. То есть, например, мы поставили все фермы майнить на ночь, у меня ночью что-то где-то поломалось, и все фермы тупо простаивают. Это, конечно же, нифига не выгодно, и Найскэш в этом плане, ну, мне, конечно же, не нравился. Несмотря на то, что, скажем так, прибыльность и профит от Майнергейта меньше за три дня, за два дня его работы, я не словил никаких ошибок. При том, если скачу вам приложение на телефон, Майнергейт, оно есть и в App Store, и в iTunes, в Google, в App Store, и Play Market, вот, совсем из головы вылетело, то, если вы заберете тот же аккаунт, что у вас на компьютере, вы можете видеть и то, сколько средств у вас на кошельке, и то, сколько средств у вас не выведено, и даже если у вас где-то встанет майнер по какой-то причине, у вас будет высвечено уведомление, то есть телефон как-то пропищит и скажет вам, например, что у вас остановился майнер, и вы сразу поймете, что здесь не так, допустим, заходите в Teamweaver и что-то меняете, или, например, вручную каким-то образом устраняете проблему. Это удобно, это удобнее с Найс Кэшем в 500 тысяч раз, потому что, ну, мы сразу сможем наследить, когда у нас есть простой, мы всегда, ну, скажем так, более-менее понимаем, что наш майнинг идет стабильно, и в конце концов можем рассчитывать на какую-то определенную сумму в биткоинах, то есть там, либо в тысячных биткоинах, что мне не нравится. Ну, мне нравится, конечно, комиссия, не нравится, что нужно следить за курсом альткоина, не нравится, что есть минимальные суммы для выплат, например, у Монеро это 0.1 XMR, и за, получается, ну, я не буду говорить точные сроки, в общем-то, фишка в том, чтобы намайнить минимальную сумму для вывода, нужно, например, намайнить неделю. Это нормально, но учитывая курс, как он может сильно скакать сверху вниз, то, например, мы намайнили тот же самый Монеро, и начинали майнить, он был по курсу, беру из головы, там, например, 7 тысяч рублей, когда закончили, 3 тысячи рублей. Ну, у нас-то ведь актив Монеро, то есть мы уже дальше начинаем думать, что делать, подождать, пока курс скакнет, или переводить в биткоины, или вообще что, или то, или другое. Ну, то есть это, скажем так, требует от вас все равно какого-то участия, и поэтому Майнергейт не является, конечно, плацебо, ну, он вообще не является той программой, которая призвана была бы заменить на S-Hash, это все-таки совершенно другое приложение, оно больше для совсем уж новичков, но бегать с пулы на пулы тоже не вариант, потому что пулы крашатся, у пулы есть выгодные, есть невыгодные, и, например, там, грубо говоря, даже 4 раза заходить и проверять статистику вашего альткоина, бегать с пулу на пул, ну, это полный бред, особенно учитывая, что, ну, я думаю, я, как и часть из вас, все-таки работает пятидневку, я работаю с утра до вечера, то есть там с 9 до 6, и на работе я могу проверить, ну, один, ну, два раза, там, тот же самый TeamViewer, но перескакивать с пулу на пул, правя батник, это, ну, даже с телефона, например, выходя, это огромные затраты по времени, то есть мне, чтобы с телефона что-то поправить, мне нужно на один, там, компьютер потратить на минут 12-13, это время, это, конечно, нехорошо, то есть здесь вы установили, здесь все у вас работает, ни в коем случае я не стараюсь, скажем так, сделать рекламу какого-то ресурса, я более чем уверен, что Майнер Гейт тоже какая-то вот такая темная конторка, которая может закрыться, у них есть рефериальные ссылки, с которых те, кто отдают, те, кто дают вам, скажем так, вот эти ссылки для присоединения команды, они зарабатывают определенный кэш, там, в виде 10%, по-моему, с майнинга, и вот этим самым Майнер Гейт пытается заработать большую базу, то есть у них, скажем так, расценки высокие, если мы говорим о их комиссии, но у них есть вот тот самый кэшбэк, это, конечно, с одной стороны хорошо, но с другой стороны нужно понимать, что все-таки это, ну, не сделано для людей, в том плане, что мы обязательно должны кого-то привезти, чтобы хоть как-то окупать нашу с вами прибыльность, ну, это опять-таки нужно понимать. Если вообще заинтересовало, я могу оставить ссылку в комментариях, я оставлю, давайте сделаю так, ну, в принципе, оставлю я ссылку рефериальную, перейдете, я получу какой-то кэшбэк, но я ни в коем случае не заставляю вас туда идти, можете не переходить, можете просто зайти на Майнер Гейт и скачать Майнер, попробовать. Тем более уж не заставляю вас пользоваться этой программой, просто я делюсь своим мнением на то, что сейчас, в принципе, у нас в мире майнинга и творится. То есть я вижу какую, скажем так, картину. Криптекс это фигня, которая работает давно, но у которой комиссия больше, чем у Майнер Гейта. Майнер Гейт это фигня, которая, в принципе, клон Найс Хэша, но фигня, у которой комиссия больше, есть некоторые нюансы, но она более стабильная, чем Криптекс. Найс Хэш сдох, ну и как бы хрен бы с ним, даже если вернется к нему. Все, но мало кто вернется. Неизвестно, что еще правильно будет создаваться, но если это создаться, то репутация будет никакая, потому что это будет работа, там, например, 1-2 месяца, никаких гарантий нет. Ну а перескакивать с пула на пул, если у вас майнинг это не основной вид деятельности, это, конечно, тоже не есть, скажем так, удобно, и именно поэтому я выбираю вот эту хрень, которую вы видите сзади меня. Ну и этот ролик создан для того, чтобы вы смогли делиться в комментариях теми программами, сайтами, ну и вообще плюшками, которые помогают вам зарабатывать и выжимать максимум из своих видеокарт. Комментарии открыты, я буду публиковать абсолютно все, если это будет не реклама и не будет каких-то там дурацких рефериальных ссылок. Скидывайте статьи, делитесь, скажем так, своим мнением и задавайте вопросы, если они у вас есть. И на данный момент я получаю, если я не ошибаюсь, на 30% меньше того, что я получал с NiceHash вот Майнер Гейтом. Но что есть, то есть, и будем следить дальше за развитием ситуации. Спасибо, что смотрели, понравился ролик, ставьте лайк и до следующих роликов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok